Всем привет! Очередная рыбалка по хищнику с випами на реке в этот день вышла откровенно неудачной. Почти целый день поиска и около двух сотен проверенных лунок на четверых не дали никакого результата. Даже в камеру мы практически не находили рыбу. Но уже под самый занавес рыбалки все-таки удалось найти коряжку с окунем, где мы сегодня и засели, сменив тяжелой снасти на безмотылку и отловили оставшееся время по полосатому. Что-то да, тронуло. Вот он, некрупный. Как некрупный? Хороший, шелкный. Вот так, вниз, высоко. Крупнее, а кунижка толкается хорошо. О, какой горбач. Отлично. Целый день поиска и, наконец, нашли. Сколько мы сегодня лунок? 200? Совокупно на всех. Есть, да? Спал ног у ней, да? Он на балансир отказывался. Но он вчера, видишь, балансир не играл. Да, ну, видно был, что оконит активный, что он шастает. Надо теперь его просто качать, качать. Хороший. Да там есть вообще прям горбачи. Я, наверное, я сейчас нашел. Не испугался он? Не провалились уже хорошо. Окунь, нет, не убежал, хотел спросить. Там не крупный. Нет, вы высоко. Что такое? Опа, есть. У меня есть не мормушка, но мелочь опять. Вот он. О, лунка сошел. Во. На белый шарик? На белый шарик. Так прикольно наблюдать. Ну, такой окунь, видишь, он именно на выкачивание берет. Его много. Но нет такого, чтобы на каждой проводке. Надо прям соблазнять. Хотя окунь прям отличный. Вот завтра прям сразу на эту точку. Надо с самого рассвета идти. Может с утра ты еще и лучше будет. А где здесь уже не будет? Может и не будет, да. Там окунь некоторые стоят вообще прям знатные. Прям горбачи, я думаю, грамм по 400-500, наверное. Как бревновые, там окунь и караси-то какие-то. И караси, да, огромные. Вот они стоят. Пожалуйста, смотри, сколько их стоит. Вон и щука там с ними стоит. Смотри, вон щуренок маленький, смотри. Вон, горбачи. Взял сколько? Обалдеть просто. Прям под бревном, да? Хвостище прям здоровое. Вот эти, которые под бревном, они не будут клевать. Надо ловить тех, которые по сторонам. Как вариант на стоячку. Да, кстати, можешь на мотылья на стоячку брать. А здесь мотыль, стояги? Мотылья, но у меня нет. Ну, у меня там грёхи есть. У меня там есть удочка с крючком, можешь попробовать. Так я на этот на шаг ловил или нет? Ну, хочешь на этот, попробуй. Потому что на Волге сколько раз такое было, что вот так же в коряге стоит тьма. Один-два на безмотылку поймаешь, и на мотыля потом херачишь. Не, на стоячку. Да. Запросто может такой быть. Вон у нас собачьи, потому что оно так вкрыло. Первая же проводка. Хороший. Леску забирает. Вот а. Опять на эту лунку сел первая проводка. Вот с этой лунки я двух вытащил. Трёх. Ой, это вообще прям хороший. О, какие горбачи. Это глянь, что пошло. Может, полой, минус 10 еще. Я говорю, вся фишка, тупо попасть, короче, правильно лунку просверлить, чтобы тебе в коряге мормышка не затягивала. И все, и они клюют. Может, просто выход сейчас будет. А может, и выход пошел, да. Если завтра будет работать в корягах, можно прям целый день тут сидеть, качать, качать. Никуда и не бегать. Сверлить, качать, да? Ну да, рассверливать и качать. Он тут и есть в количестве. Точка мне понравилась, поэтому мы решили вернуться на эту коряжку на следующий день с безмотылкой и снова погонять речного окуня. Где он тут, наш пятачок, на котором вчера мы нашли под самый конец огромную стаю окуней? Вот он. Вот оно, наше место. Все, вчера сбурили в решето, лунки пометили, куда садится, вот палочками. Все, начинаем. Первый кунишка небольшой, но хотя бы клюнул уже. С рассвета вообще не хотели. Покупной кивок, да. Вот так вот. Не, вот эти кивки хорошие железные. Металлические. Вот мелкие окунь. Вот. Еще один взял. Походу в их пошел. Ну мелочь. Вот такой вот. Включился, наконец. Потрясли, трясли с потемок. Вообще. Окуня стоит полно, а он просто не берет. Теперь надо ждать, когда горбачи включатся. Ну поклевки, как вчера, очень нежные. Банин по губам. Еле-еле прям чуть-чуть останавливает и все, вся поклевка. Очень аккуратно берет. Тут его надо прямо выкачивать. Тоже вчера вот сидишь, сидишь, качаешь, качаешь, раз, поклевка. Вот тут есть. Вот тут вроде крупнее, конечко. аккуратная поклевка такая вот горбачик 1 довольно аккуратно взял ну как горбач 150 грамм пока не самый крупный из тех что тут есть но уже хорошего даже не 150 200 поплевка тоже прям резкая остановка и все течение конечно накладывается главное что он включился папа по леску забирает нормально забирать леску вот не крупный но лесочку травил ничего смотри там отцепа меня поколотил не испугался сразу с первой проводки взял есть опять остановочка но не крупная рыба пока ладошечные кушки ну хотя бы такие уже клюют сейчас может дело дойдет и до горбача он там есть сто процентов церковь да светил намаливал мормушку конечно отцепом поколотил смотри сразу два окуня подряд прям на спуске взял вот он вымушил еще одно опять мелочь нормально вообще то ли его нет сегодня тут то ли он брать не хочет так как это так 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 и Смотрите, сразу следуем еще один, только серьезнее. Маленький, такой же, побольше и маленький все, а тут надо очень точечно попадать, может быть разница вот такая в одну будет клевать, другой нет, за корягой просто не видится все, там лес ломовой. Ну тоже прям еле-еле жмет. Размер окуня на точке сегодня откровенно не радовал, да и его количество откровенно снизилось, а крупняк вообще куда-то ушел, хотя накануне коряга была забита окунем, крупным карасем и прочей рыбой. Вымучивать некрупных окуней резоны особо не было, так что на сегодня рыбалку мы решили заканчивать. Ну а на этом на сегодня все, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, оставлять лайки и комментарии. А я желаю вам удачных и продуктивных рыбалок и не хвостаньте шуи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok